В наше время не так уж и легко выбрать недорогую напольную акустику, которая устроила бы не только приличным звучанием, но и эстетично смотрелась бы в современных интерьерах. Побывал я тут недавно в салоне AV Comfort, где и послушал напольники Warfidel Diamond 12.3 стоимостью 58 тысяч рублей. Этот бренд еще не был засвечен на канале, поэтому сегодняшнее видео премьера. Я вас приветствую и сейчас расскажу, на что способна эта стереопара. Естественно, поговорим не только о звуке, но и о конструкции, достоинствах и недостатках. Мой личный интерес к бренду обусловлен соотношением цены-качества, ведь Warfidel, кто, кстати, еще не в курсе, это английский бренд, славится отличным соотношением цены-качества, причем не только в скромном сегменте, но и в дорогом. Сегодняшний представитель напольная акустика серии Diamond 12, представитель самой бюджетной линейки бренда, а модель 12.3 предтоповая модель в линейке. Есть еще 12.4, стоит около 73 тысяч рублей. Но хоть я и любитель потестировать топовые модели линейки, в сегодняшнем случае мне приглянулся ценник. Все же разница в 15 тысяч рублей для многих решающий аргумент. Итак, приступим. Diamond 12.3 – это 2,5-полосная акустическая система с тремя динамиками в составе. За верхний диапазон отвечает дюймовый твиттер с мягким куполом из полиэфирной пленки с демпфирующим покрытием, 5-дюймовые эсченча динамики с диффузорами из фирменного материала Clarity, который представляет из себя полипропилен, дополнительно усиленный слюдой. Как вы видите, на динамиках присутствуют ребра жесткости с целью снижения изгибов диффузоров при работе, тем самым исключив искажения в звуке. Кроссовер выполнен с применением катушек с воздушным сердечником, что позволило снизить фазовые искажения. Сзади 4 клеммы для подключения, то есть бивайринг и беампинг доступен, и это-то в столь недорогом сегменте. Порт фазоинвертора тоже расположен сзади, причем довольно внушительный. Внешне акустика выглядит, на мой взгляд, очень достойно, симпатично и в меру строго. Обратите внимание на глянцевую панель. Смотрится, конечно, изящно, но мягкую тряпочку держите неподалеку, чтобы стирать пальчики. Грили на магнитах. Опять же, часто вы их видели в напольной акустике до 60 тысяч рублей. Никаких отверстий, даже крепление динамиков выполнено таким образом, что винты все прикрыты декоративными накладками. Качество отделки на уровне не придерешься. Как это ожидают производители, при изготовлении акустики даже замеряли резонансные свойства клея для корпуса. Во как заморочились. Стяжки внутри корпуса для уменьшения резонанса тоже на месте. Вообще, демпфированию в Орфидел уделяют отдельное внимание. Корпуса не звенят. Все по уму. Чего говорить, вес каждой колонки почти 20 килограмм. И при их-то, я бы сказал, в небольших габаритах. Акустика на шипах, правда, без подставок. Под них смотрите, чтобы ламинат дома не поцарапали. Ну да ладно, как акустика звучит на практике и как, собственно, проходил тест. В качестве источника послужил довольно крутой усилитель-стример «Все в одном» от SimAudio Moon Ace. Гонял я треки через стриминговые сервисы. Конечно, можно было заморочиться и поставить проигрыватель винила. В салоне AV-комфорт этого добра хватает на любой вкус, цвет и кошелек. Вообще, довольно уютный шоурум, должен сказать. Но решили все-таки сами себе задачу не усложнять и послушать цифру. Как играют эти даймонды? Сразу оценил отсутствие какого-либо окраса в амплитудно-частотной характеристике. Акустика выдает правильный звук, без резких верхов и утрированного бубнящего или же акцентированного баса. Звучание ровное, отсюда неутомительное. И, знаете, нет при этом мониторности или сухости. Вот всего хватает в меру. При этом акустика развязывает вам руки в плане подбора усилителя к ним. Разница в лампах или транзисторах будет заметно невооруженным ухом. Захотите мягкости или бархатистости, больше жизни и теплоты, ставим хороший ламповый усилитель, причем совсем не обязательно мощный. Хотите больше честности и ясности, чуть больше резкости, легко, транзисторы вам в помощь. Своего рода хороший тестовый стенд для оценки и подбора усилителя. Причем реально по нынешним временам за небольшую стоимость. Так вот, усилитель стример все в одном SIM Audio Moon Ace, на мой взгляд, очень хорошо спелся с Diamond 12.3. Да, учитывая, конечно, что они не тугие, чувствительность 89 дБ неплохой показатель. Кстати, еще по техническим характеристикам, звуковое давление 102 дБ, акустика 8-омная, минимальный импедант заявлен 5. Воспроизводит от 45 Гц до 20 кГц при неравномерности плюс-минус 3 дБ. Частота разделения кроссовера 2200 Гц, рекомендуемая мощность усилителя от 30 до 150 Вт. Скажу, что я был приятно удивлен в звучании этой системы. С одной стороны, может и не логично было бы подключать столь дорогой усилитель-источник, но давайте не будем забывать, что это не просто усилитель, а устройство все в одном. И если взять отдельный усилитель, причем приличный, и не менее приличный источник, будь то стример, или ЦАП, или CD-проигрыватель, то выйдет не намного-то уж и дешевле. Поэтому доля логики в таком тесте все-таки есть. Я послушал несколько произведений, начал, конечно, с джаза, и тут сразу легкий шок. Передо мной симпатичная акустика в недорогом сегменте, которая на отлично справилась с живыми инструментами. Красивая сцена, проработка мельчайших нюансов и деталей без приукраса, при этом действительно нет сухости и утомляемости. Все как надо, сидишь и получаешь удовольствие от правильного звучания. Хотя я, конечно, тот еще человек, который не стесняется править звук регуляторами тембров, если что не нравится. В принципе, начав со сложной гвардии, тест можно было бы уже и заканчивать. Но нет, все же полистал еще показательные треки в электронной музыке, ну, тот же Welcome to my World, где акустика выдала быстрый напористый бас, не исключая, что именно в этом случае сыграло роль наличие вот этих вот ребер жесткости на диффулзорах. Ну и, кстати, эстетику они тоже добавляют, на мой взгляд. Далее, конечно, Rock и Metal тоже послушал. Всего уже и не помню, но слушал много треков. Акустика хорошо справилась, масштаб напор ощутим. Единственное помещение вот для них было, мне кажется, немножко великовато, и хотелось подзвучить тяжесть ударных хорошим сабам для большей масштабности. Но это дело вкуса, конечно. Кстати, в линейке Diamond нет сабвуферов, как и в большинстве линейк бренда, которых, ох, как немало. Сабвуферы идут отдельно, их моделей я насчитал штук 9. Кстати, было бы интересно даже послушать, как играют и сшиваются Diamond 12.3 с тем же SW12, который стоит тоже около 50 тысяч рублей. На мой взгляд, трифоник бы получился отличный. В целом, долго петь дифферамбы смысла не вижу. Удивительно хорошая акустика за свою стоимость. Лучше прийти и познакомиться с ее звучанием лично, в том же AV Comfort. Выбор верфидейлов здесь немалый. Думаю, это не последний обзор английской акустики. Я в очередной раз убедился, что слушая их на выставке, это, конечно, хорошо, но в шоуруме или в домашних условиях, не торопясь оценить их способности, куда показательней. Подводя итоги, что понравилось? Интересное, правильное, неокрашенное, но очень комфортное звучание, отличное качество сборки и отделки, дизайн и конструкция тоже на высоте. Но к чему я все-таки придерусь? Из недостатков, как я и сказал, то, что грилей на магнитах, это здорово, по-современному. Панель без отверстий, красиво смотрится, однако, если частенько будете их снимать, надевать, на лицевой панели могут остаться следы от магнитов, как в нашем случае. Эта акустика уже много покаталась по шоурумам, и следы на глянцевой панели уже заметны. Ну и не недостаток, а особенность конструкции, поскольку порт фазоинвертора расположен сзади, то вплотную к стене акустику вы не поставите. Ну а в остальном могу сказать, что даймонды прямо не критичны к расположению. Миллиметровать их относительно слушателя нет никакой необходимости. Собственно, друзья, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео, и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!